здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века сегодня будет очень короткое видео девчонки хочу поделиться с вами одной вещью я уверена что большинство из вас это тоже делают то есть я говорю о секонд-хенде обязанных вещах которые можно распустить и использовать нитки вторично хочу признаться очень давно этим пользуюсь даже кто со мной самого начала могут заметить старых видео у меня очень часто я вязала из распущенных ниток вижу и сейчас мы просто вам не показывая потому что как бы уже 200 тысяч подписчиков по статусу не положено первым делом если вы хотите покупайте вещь именно смотрите как решена резинка не интересно правда очень красиво надо будет где-то использовать этот способ вот такой вот резинки правда красиво согласитесь вот если покупаете вещь для распускания смотрите в первую очередь выворачиваем и смотрим на швы если шоу вот такой вот видите здесь мы четко видим кромочную и вязаное полотно я к своему стыду вернее или к радости я не нашла дома вещи которую бы я вам могла показать как пример что покупать нельзя это для тех кто еще у кого еще нет этого опыта я нашла только футболку чтобы показать вот если шоу вот такой вот обрезной и оверлоком обработанный все ни в коем случае это уже обрезанное полотно трикотажная вам нужно цельное полотно вот она вот это первая вещь которую вы на которую вы обращаете внимание далее чтобы распустить это полотно соответственно и нитки на ощупь вы пробуете как это нет эти нитки изделия смотрятся это уже понятно первым делом вот смотрите такие изделия всегда сшиты вот таким вот цепочным швом я пробую обычно с одной и с другой стороны вот как бы подцепить эту цепочку если нам повезет ее подцепить то распороть получится очень быстро вот пыталась я найти край девчонки в некоторых случаях получается подцепить эту цепочку и она распускается очень просто то есть эта цепочка как крючком вязаная она чеки распустилась если если получается в большинстве случаев получается вот сейчас в этом именно у меня не получается видите я пытаюсь пыталась но если не получается подцепить эту цепочку тогда просто распарываем ножничком на такие или любым другим приспособлением вам удобно вот я сейчас распарываю все швы и потом покажу вам дали вот смотрите видите распорола я все теперь надо как бы по большому счету вот эти ниточки по убирать можно убирать сейчас а можно уже когда будете распускать половина из них отвалится сама половину уже папа отберете значит вот что хотела вам показать смотрите вот здесь вот то что я хотела в начале видео от если вы видите в секунде свете ручек и там такие вот швы не берите потому что вот вот именно это я имела в виду но только не вывернула не посмотрела на изнанке оказывается горловина пришита именно так вот этот шок очень часто горловина так пришита его можно распороть но вы по сути много не так этим не спасете я обычно его срезал вот так вот грубо срезаю этот шов опять же еще раз повторюсь это только в том случае вы можете свитер купить если на горловине только такой шоу если он везде такой все это не наш случай что хочу сказать девчонки по поводу вот этих распущенных не так вообще то за за пару долларов у вас получается очень качественные нитки по факту в моем случае намного качественнее чем сами нитки моя знакомая девчонка только девчонки только этими занимается она следит где в каком секунде распродажи вот допустим за копейки когда выбор распродают весь магазин вот туда идет она буквально мешками выносит и ее клиенты они знают что она вяжет именно суд этих использованных ниток она распускает она вяжет кардиган так подождите теперь я вам хочу вот сказать сейчас здесь нам надо обобрать вот это там где был срезан шов вот дойти до цельной ниточки вот это все у нас будет выбрасываться это эти обрезанные швы горловины вот и что хочу рассказать про знакомую она эти нитки распускает она вяжет большие она потом их складывает несколько сложений у нее несколько таких и топовых моделей кардиганов и она берет как бы она вяжет эти свои авторские модели грубым вязание вот видите уже пошла нитка цельная вот все детали я вот так вот сделаю они по верху все будут такие как бы начала срезана и не цельная вот а дальше очень мягкие и приятные нитки вот я еще подумаю что я из них свяжу ну что-то свяжу обязательно они мне нравятся вот и я вот так вот теперь распускаю это все выбрасывается соответственно вот эти кусочки тогда расскажу вам про знакомую вот она эти авторские кардиганы вяжет из распущенных ниток она их распускает сматывает несколько сложений чтобы получилось вот это эффект грубой такой толстой вязки она его вяжет буквально за пару дней потому что толстыми нитками и у нее цена за изделие материал ей полы обходятся буквально за копейки но кстати не всегда вот такие вот видите у меня в несколько сложений это нить не всегда такие нитки по полу ну бывает у меня кстати на канале там видео жиле . детская с ушками такие такой свитер мужской попался мне в секунде шикарная пряжа шикарные девчонки вот так ночью я распускаю все детали потом еще секретный момент досмотрите как девчонки смотрите я все распустила эти я уже я видите поменяла место локации на кухню и как вы уже поняли стоит у меня микроволновка сейчас я вам покажу весь секрет видите ниточки я все раз и вот у меня все что получилось 5 моточков эти я уже обработала видите они выравниваются вот они в поле вот они ровненькие вот сравнить теперь показываю трюк целлофановый кулечек можно делать все вместе в один большой вот у меня неудачно получилось в этот раз потому что получилась такая расчлененка но все равно они тоже хорошие очень ниточки так вода пару капель сбрызнуть все буквально пару капель теперь закручиваем этот кулечек и кладем микроволновку и на одну минутку вы ее оставите она подсохнет и все ровная ниточка получается которая вы можете вязать видите вот пожалуйста за один доллар я один доллар потратила на этот так минута прошла достаем видите какая ровная получается ниточка после микроволновки пожалуйста минутка микроволновки может зависимости от мощности девчонки смотрите регулируйте может вам нужно будет больше меньше это вы уже найдете я сейчас взвешиваю 400 грамм пряжи за 1 доллар пожалуйста сколько носков можно навязать на всю семью всю девчонки я с вами прощаюсь на сегодня с вами была вика школа рукоделия ставим лайки подписываемся на канал всем пока на сегодня